В стране поднят 91% запланированной зябия. Хотя на полях уже почти две недели лежит снег, сельхозпредприятия продолжают трудиться. За день обрабатывают около 8,5 гектаров. Хотя оптимальные сроки давно истекли, специалисты считают, что пахоту стоит вести, чтобы уменьшить объем такой работы весной, когда подоспеет много других дел. Белорусское саломоплетение внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Многовековая традиция – неотъемлемая часть искусства нашей республики. Отражает все перипетии социальной истории народа, его характер, духовные и интеллектуальные приоритеты. В перечне уже есть обряды, которые стали визитной туристической карточкой страны. Белавия запустила рейсы из Минска в Дубай и обратно. Вылеты запланированы дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Время полета ориентировочно семь с половиной часов. Продолжаются отправления также и в Шарджу. Бобруйска-Громаш поставит партию сельхозтехники на Мадагаскар в начале 2023-го. Особый интерес у партнера вызывают машины для внесения жидких, органических и минеральных удобрений, пассивные агрегаты и почвообрабатывающие оборудование. С этого года на полях островного государства начали работу пневматические сиелки и дисковые бороны. Сразу семь учащихся школы искусств имени Текотского стали обладателями поощрений специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. За всю историю существования подобной премии воспитанники учреждения награждались 22 раза. В этом году, к слову, Дом творчества отмечает 95-летие.